На прошедшем вчера заседании правительственной комиссии Магаданской области по делам несовершеннолетних и защите их прав обсудили тему туризма для детей по территории региона. В настоящее время создаются комфортные условия для вовлечения во внутрирегиональный туризм несовершеннолетних. Так, в 2019 году были промаркированы и обустроены три экологические тропы, а именно бухта Батарейная, Корейский Ключ и Каменный Венец. Данные тропы соответствуют требованиям и рекомендованы для прохождения туристическими группами с участием несовершеннолетних. Поэтому уже на ближайшем заседании их внесут в областной реестр. Также в этом году будет подготовлен туристический маршрут «Черный ключ». Кроме этого, заместитель министра культуры и туризма Максим Шурхно затронул тему вовлечения детей в занятия спортивным туризмом. Организовано проведение профильных смен юных туристов на базе «Сокснежный». Планируемый и суммарный охват в целом несовершеннолетних по данным сменам – это 150 детей. Мероприятие подготовлено непосредственно администрацией «Сокснежный» при поддержке спорткомитета мэрии города Магадана, при участии Министерства образования Магаданской области, Агентства по туризму Магаданской области, Магаданского городского турклуба и Детского экологического центра. Более этого, запланировано вовлечение детей региона в национальный проект детского туризма «Моя Россия». Данная программа представляет собой организацию экскурсий в исторические города России. Этот проект реализуется с 2014 года, и раньше ребята посещали только Москву и Санкт-Петербург, но с недавних пор добавили города Крыма и Севастополь. В случае одобрения максимальной возможной квоты по данному проекту, планируется отправить 200 детей. Также в сентябре запланировано проведение соревнований по спортивному туризму. Участниками данных соревнований будут учащиеся образовательных учреждений Магаданской области, а планируемый охват составит до 100 ребят. Вместе с этим в 2021 году планируется разработка четырех новых экскурсионных программ. В основном они будут предназначены для взрослых людей, однако возможно и участие несовершеннолетних. Сейчас решается вопрос организации экскурсий совместно с администрацией детских лагерей. Продолжение следует...